еще раз всем привет с вами портал глуха тв глухару стримит комментируй дюка это гранд-финал dreamhack инвентейшнала встречается team dignitas и команды the aliens формат встречи бо 5 2 игра dignitas ведутся счетом 1-0 и право первого пикабана теперь у команды team dignitas ну еще раз всем привет тот только подключился трансляции соответственно ну котел снегс ассина в бане быть райдер туда же отлетает и вис но очень сомнительно чтобы она как-то изменится team dignitas опять забирает себе дырк сиром не хотят и без него играть отказываются и решили альянс не отдавать магнатавра dignitas а мы посмотрим на второй пик а на каком серваке не играет хороший вопрос возможно где-то пинг что-то решает но не знаю на ком серваке проводится встреча честно говоря и пинки никак не поверь не проверю потому что я не из лобби стримлю а по билету вот в андроиды забирает все так же для бульдога 10 секунд remaining 5 секунд remaining бонусное время тем временем team dignitas начинает использоваться раздумают они контр пиком хотя возможно не будет играть в контур пик просто возьму что-то свое не будут заморачиваться по поводу магнусом 30 секунд михотикова даже 35 что бонусное время видим нет но геракопки разбирает team dignitas и иначе абсолютно пока те же самые герои за исключением магнусом пока у них уже не увидим и забирает алхимика команда зелинс теперь ты вот точно не забанит мы посмотрим насколько хорошо получится исполнить через алхимика все это дело камбай здесь очень неплохая пока вырисовывается если магнус очень хорошо кого-то поймает на рп туда залетит колба тучка и алхимик пойдет нарезать все это дело под эмпайером ну и соответственно ландроид тоже будет под эмпайером кромсать я чуть-чуть клейв поэтому масс-дэмэдж в этот раз получше у альянса нежели предыдущей игре бан отправляется шадоу демон третьим баном от команды dignitas и рубика банят альянса соответственно чтобы рп не воровал он сами же первый пик после банов будет конечно у dignitas и тут шансов очень мало получить себе рубика против deoxy может пикать будут не педеница похож он похож практически уже на 80 процентов поскольку уже три героя из пяти мы уже видели в предыдущей игре магнус уже конечно у них не будет но найдут они замену этому герою не широко подбанили dignitas и но видимо посчитали что в масс-дэмэдж будут играть их оппоненты сами же альянсы банят пока ну почему пак потому что есть кол как он там правильно колдаун да у вертолета вот называется и если пак поставить дремкоя то разбежаться будет проблематично из-под этой ульты опять же там стена дарксира вакуум и так далее потому пак очень неприятен в этой ситуации бэйна dignitas и банят с ну и посмотрим на последний бан команды альянс очень неудачно у них название потому что я все никак не могу определиться как же их лучше называть на самом деле она очень плохо склоняется либо же не склоняется вообще по-человечески и шазу шамана подбанили они нтх мне нравилось больше ну да ладно невозможно сейчас опять потрачено бонусное время у динитасов да есть над чем подумать но кэрина вряд ли они сейчас и хотя возможно не будут пикать кэрик вертолета еще одного просто наберут каких-то саппортов просто ромеров гангеров так далее гиротол трапа забирают он же кокверк и пойдет этот товарищ у нас скорее всего в мид фурион это не и равно победа на самом деле очень зря так думаете это не автовин это он не фанталансер хотя фанталансер далеко не автовин там опять же нужно ему еще нафармится фурион очень неприятный но это далеко не автовин даже 80 процентов на победу ничуть герой хороший но это не супер-пупер имба такая что прям все пикнул ты победил он просто очень прикольно но не более того посмотрим четвертый пик от команды альянс бонус на время забирают вверх очень давно и не видел на самом деле в пиках у команд по крайней мере в тех играх что смотрел ну вверх конечно пойдет сахар в мид отправиться есть магната верну и эти ребята а хотя нет тут не все так просто скорее всего бульдог пойдет соло в эрка соло магната вер просто будет саппортить на линии или же кто-то в лес все таки отправиться тут пока не все так однозначно здесь очень 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 по-разному можно выстрелить линии алхимик может быть и саппортом они фармилы просто через бутылку и точку качаться тут возможны всякие варианты еще надо дождаться пятого пика и тогда можно будет прикинуть точнее все таки пойдут героев альянса и клопу забирают дигнетасы ну значит горки будет не в миду стоять а просто на хардлайне те клопа может отправиться на хардлайн спокойно опять в одного кэри дигнетас играет опять только один вертолет ну есть конечно на черпрофит опять же есть еще и клопа которые в принципе тоже могут выйти в семи кэри веномансер забирает вот и вот и точно очень давно не было в пиках и тут конечно намаз дамаг полностью этот пик нацелен в альянс бульдог играет на вон рейде лода играет на алхимике джем играет на винрайнер акки на веномансер и сфо будет на магнотауре у дигнетов шахиланил на на черпрофите снейкинг на клопе и остальные ребята у дигнетас где-то фк забирайте гирокоптера и и все на этом на втроем будут играть я возможно просто вак 5 секунд решительно не хотят забирать героев юниверс берет себе дарксира и ставят паузу потому что фоггит афк а меня сцена ну и ждем пока он вернется хотя говорили снейкинг пошел за едой а оказалось что фоггит тоже за отправился видимо записы в ближайший магазин и поэтому до сих пор нету и и и Ну, видим закупы. Клопа закупилась с ноль талисмана. Далее еще хила. Ну да, на чирпрофиль подкинул ее хил. Такой фулл саппорт. И все-таки три платы у нас из Винрайнера, Магнотавра и Алхимика получилось. Хотя нет, нет, ну... Нет, это пока еще не трипла, потому что веник-то точно на миду стоять будет. Хотя, кто знает. Кто знает. Чем черт не шутит? Скорее всего, Магнус туда уйдет. Либо же Винрайнер. У меня использование Винрайнера в трипле не совсем стандартный вариант, но почему бы и нет. И, возможно, два на два не вообще будут стоять, потому что Винрайнер тут рядом с Медведем. Угу. Все-таки да. Такие линии у нас будут. Не рискнули второй раз Бульдога оставлять одного. Помнят, чем предыдущая игра закончилась, потому что мы полностью там законтрили. И будут они вдвоем против триплы стоять. Здесь у нас Геракоптер, Квоквер, который тоже у Сула не остался. И Дарксир вообще? Нет, что-то как-то очень тут много, и линии очень непонятны. Очень странно, команды разошлись, но им, конечно, виднее. Квопа в Меду против Магнотавра, и тут у нас на фрифарме будет стоять Вода на Ухимике и в Верненька фармить лес. А, Дарксир у нас просто тоже в лесу качается, окей. Ну и Виномастер просто стоит позади, не палится. У меня здесь нет, господа, и будет это охранять. Проблема в том, что при такой позиции он очень медленно будет экспиться, и Ван Руидс пошел сбивать здесь варты. Агриться на Дарксира. А, у Магноса будут определенные проблемы, возможно, против Квопа, потому что очень больно ему уже навтыкали. И от Веник все-таки вышел вперед. Добивает Ван Руидс этот вард. Нет, ну, надо же сломать, да, добивает и отходит. У нас Нейчер Профит тоже качает лес. Ну, Алхимика на фрифарме оставлять не самая удачная затея. Особенно Лоду. Ну, они, возможно, думали, что здесь будет Трепла. Здесь далеко не Трепла, а Дабла, и поэтому можно было бы поставить какого-то нового своего героя. Хотя, опять же, против Винранерки и Алхимика. Пойди еще, постой, тут в одно лицо, могут и убить. Ну, сейчас просто вышку, у нас-напросто очень быстро запушат, и за этой тучкой крипы дохнут моментально. Да, у Магнитара очень серьезные проблемы. Очень больно его пробивает. Овеник занимается у нас ромингом. Постоял возле Вандроида, посмотрел, что вроде все у него получше, чем в предыдущей игре, и пришел на мид. Дарксир вышел из леса. Понимаю, что Алхимика оставлять здесь дальше нельзя, уже почти по ушке пробили. Подходит он сюда, немножко подфармливает к крипам, чтобы Химика 12 крипов уже. И этому товарищу тяжело будет сюда спасаться, как только появится Шекл. Да, вот сейчас он уже есть, потому что Шекл повершет. Вот он, следом колба полностью заряжена, и тучка, и его Химика практически. Да, заряжает уже колбу, выкидывает. Повторяю, погаваясь, и Дарксир. Эту бутылку. Очень-очень опасным тут будет стоять. Да, выверка ему не дать здесь качаться, потому что он очень хороший рейндж. На, шесть сотен тут. А ой, айоншел у нас дамажит... Сколько там у него дамаг-то? 250 у него, по-моему, раньше самого щитка, кажется. Ну, в общем, там... Верки с запасом хватит, стоит, он просто тут втыкает. Пока я за этим смотрел, в миду умерли на мальсер, к сожалению, я промоинфор декал. Черт, побери. Ну, его просто-напросто заперли, и клопа его грохнула. Через третий скрим... Да, он первый урон, но тут 500 хп, вообще просто, на пару ударов практически. Магност несет себе бутылку, и... Что? Маджик Вонт. Гирокоптер 24 крипа против... У андроида опять 5 крипов, все очень... Опять у бульдога плохо с фармом. Тут третьего уровня. Опять ему придется терпеть очень долго. Лучше бы Виномантер стоял вместе с ним, а так он куда-то пошел и фидонул. Шекл не привязывает Дарксира, если бы чуть поближе к крипу, возможно, бы связал, и тогда бы пошли уже. Виномантер подошел бы, дал гель, и Алхимик Сколбой бы дал поговорить, и, скорее всего, Дарксир бы там умер. Очень-очень он тут испугался, все ждал, когда, в принципе, никто не выходил. Конечно, тут наготовили станет ВР-ка. А то в любой момент напасть. Лапа уже шестая, Магнус чуть-чуть отстает. Все, и по крипам у них практически, там, равенство. Лапачили больше за динайл, поэтому Магнус небольшое отставание дает ему скрим, даггер, везет ее с кивиром под вышку, но маны нет. У него на РП получает, Лапа очень много дамага от вышечки, и прилетел из Нейчер Профи, тоже получил по ГВР. Стиками открылся Магнус. В принципе, неплохо забрался в этой ситуации. Дарксед через бутылку решил поиграть на Харде без Солринга пока. Думаю, что Солринг здесь прожимать очень опасно. Прожмешь Солринг, тут же тебе придет от Шеков либо Жекову, и тебя убивают. Поэтому бутылка здесь по Сейфу. Она, конечно, не такая бесконечная, как Солринг, но не так опасно ее использовать. Медведя здесь загоняют уже за тавер, практически пушат его, подходит здесь к Лапасхасам, и сейчас через Соник, ну, пытается Бульдог отойти, но бой с даггер, скрим, и сейчас... Нет, на Соник маны не хватает, но Бульдог все равно умрет, да, отбивает вот здесь герокоптер, и Бульдог опять терпит. Терпит, терпит очень-очень сильно. Вардов у Альянса здесь нет, оборонительных он абсолютно не видел, он чувствовал, но он не успел отойти на нужное расстояние. Если был бы Вард, он, конечно, бы спасся. А так пришлось еще раз фидануть. Смотрим по графикам. Преимущество уже почти 2000 у Дигнитас, и по опыту 2,5. Это очень нехорошо начинается игра для Альянса. Алхимик, конечно, фармить неплохо, но он от герокоптера даже отстоит по крипам. Хотя, конечно, ГПМ у него должен быть побольше, потому что у него все отличные скиллы. Добавляет на муничный голду. Поэтому, в принципе, их должно быть райственнее. Возможно, алхимик очень побольше, но от ворс можно включить. Нет, алхимик отстает, но не совсем критичный. И сейчас снизу убьют вышку, включают фертификейшен, но абсолютно ничего не летит ее спасать, поэтому активация фертификейшена просто напрасно прошла. Зачем тратить, если вы не пойдете, в принципе, защищать вышку, ну, потянуть лишнее секунду, просто так, смысла не имеет, на мой взгляд, такими вещами заниматься. Магнотавр, тихонечку фармить себе даггер. А, Клопа у нас сейчас будет делать ПТ, Соник скиллером собьет, да, сбивает. Конечно же, ТП Клопе, мы ее сполярите и минус Клопа. Не на мать, а там уже живой. Возможно, выдвинется. Сейчас Клопа залетит Дарксира практически полно и минус. Дарксир 1-2 поменялись, при том, что Белебени, как Атера всего лишь второго уровня, вообще ничего с него не получили, потому что золото уже потеряли при смерти и сдохли вдвоем. Клопа у нас седьмого уровня, а Дарксир пятый. Поэтому тут добыча очень неплохая для Альянса с этим фрагом, ну и тем более Клопа там Медус стоял, их видеть ей нежелательно. Магнус у нас 1-0-1, восьмого уровня уже обогнал Клопу по опыту. Жадность до добра не доводит. Не разобрались немножко в ситуации, Дигнентес, но у них Вижена здесь не было толкового, потому что, видим, Вард здесь стоит только у Альянса, но у Дигнентес Вард здесь нет и не понимали не понимали все ситуации. В Смаках идет Клопа с Дарксиром, и будут летать на Альхимика, дает скрем, Альхимик тут ульт у него в откате, конечно, привязали к Клопу, но Альхимика отсюда никуда не отпустят, минус ввода, Вингранерка уходит на ТП, ну и Магнусу тоже не стоит уже лезть, теряли Альхимика, неприятный смерть, тоже восьмого уровня, но там без шансов, был он, никак не мог спастись, перед всем желанием, был бы Магнус чуть поближе, но, возможно, с Кивиром бы их утащил, и Альхимик бы смог убежать, но, а так, сейчас он получит по голове Хуклом, от Клока, а, нет, Хуката нет еще у Клока, ТП-А вот отсюда сделал у Nature Profit, ну, видят, и все, и сейчас просто подвышка попробует убить Магнотавр, Nature Bros, Батареассалт, Скрим, залетел сюда еще Магнотавр, вох, вох, вы, с деревья спалярить это в откате, Nature Profit, конечно, залетел, Магнус там, так, ну, минус Магнотавр, никто вообще даже не начал делать ТП, ну, у Веника не было, у Алхимика есть деньги, но не стал ТПшиться, убили они зато вертолета, но ТП есть только у Бульдога, вертолет, вообще, размин, в принципе, нормальный, Магнотавр, наверное, вертолета, убили вражеского Кэри, Магнус, не так критично, Латар варит, гирокоптер, тем временем, а, вот ТП есть, он на Мальцах, теперь исправился, купил, вышку на топе, забирает, лопат, здесь он визе, ходит, смотрит, кого бы убить, а теперь есть, хук, Клокверка, будет взлетать, по голове, но, недостаток, вижени, сейчас у Тим Дигнета, с варта, им нужно поставить, Клоквер, активно, пошел этим заниматься, и Клокверка, Клопата рискует, сейчас умереть, опять Агрисен, этого Виномансера, вот, куда же ты запрыгнула, ты, вот, я в корни, уже, сдавай, с пенником, четвертый Виномансер, на, восьмую Клопу, это чуть более, чем хороший размен, зачем она так жадничает, вот очень зря клопаток видит особенно рядом с бульдогом который получает очень нужный ему опыт ну и денежку за на систему правда не дали по моему деньгам 5000 тем не менее преимущество день это несмотря на эти фиды и по опыту вот правда тысячу сейчас проиграли смерти но по деньгам все равно впереди net wars уже 5000 виртуал химик особо не отстает это уже хороший знак для альянса что он от ворсу не в принципе сопоставимым что это хлопа барабаны были делать зачем еще робов мальчик не совсем понятный тем опять хлопа было попыталась агриться на виномансер но видимо научно горьким опытом дальше решила не лезть да да гера 700 монет магнотавру вечер профит есть не даст и в дизоль скорее всего теперь будет выходить не будет никто торча дав не будет ватара будет изолятор ну скорее всего изолятор этого молотка вы хотя можете ему что посмотрим что летит даст летит но у бульдога пока дела очень плохо всего 2 300 него net wars тут даже несчастный дарксир это больше на фарме у которой особо не фармил то ну по крипам видим что 45 у бульдога опять 24 крипа ему вообще не дают жизни но знаю дигнет как бороться собирал бульдогом просто гангать включать очень много сил на ранней стадии но гнобить его и пока он приносит им определенные плоды потому что у него вообще ничего нет него даже ботинок толком не собран там видимо пт будет делать и армлетом тут пока и не валяется могут позволить альянс так далеко заходить конечно не знает что вардов здесь у дигнет и софт нет поскольку центре вот здесь не стоит но сами отчасти видят ситуацию по карте очень нагло выходят и попроще с дарксира скорее всего убить что он что-то знает и стоит очень далеко кокор сейчас ракеты смотрит смотрел если кто тут в лесу непонятно пока что клопа будет собирать полторы тысячи денег есть и пока не никакой за тема не приобретен копки несет еще центре варды за варды у такого саппорта играет чисто хотя они будут делать неплохой худшот вина мансера веник до сих пор в результате нам здесь только есть убивает его голбу кофе минусу эту есть клапу просто забирает и магната вар я опять вот погнали и заменником и сдохли вдвоем уже по факту даку вот он умирает ну вообще что творят они не знаю в четвертый раз агрится и на вина мансера и видят на нем отличная реверс полярити в нэчер профита взлетает оба минус профит куда залетел вертолет правда нечему подсветить но это было очень глупо давай высунулся еще ловит вэйв но некому поддержать ахимик далеко был бла химик рядом дал бы колбу поговорить о гирокоптере и привет очень нагло себя повел гирокоптер нельзя так ты почта если бы был даст они зря даст на да у них вообще даже центре нету сейчас собой поэтому нет все равно не оправданное тп от гирокоптера было он ему дамага бы не хватило никого убить а он мог бы просто нафиг в том моменте если было бы просветка у альянса посмотрим на графике по золоту потихонечку отрировать тысячу отыграли с небольшим по опыту в ноль почти уже сли это уже неплохо ну и самое замечательное практически армлет есть он бульдога опять конечно все очень поздно в атернести воды на алхимике но он же шадоблей если его правильно звать вины ранее собирает механизм ну и вина мансер нужно хоть где-то уже 6 уровень получить просто его вся задача будет сводиться к тому что у него сагрились получили ульт от него и дальше можно умирать вот часом нужно отошли бы все остальные дали бы мужики несчастные полу уровня а так он не апнется точно групповой кач хотя возможно хватит опыта на мансер но можно было бы вот в эрке отойти магнуса таки чтобы денег уже дали 6 уровень но опять он драки по-моему будет без него не хватит час опыта скорее всего хотя вроде от да отошли он таки апнулся надо бы очень пораньше все-таки сделать что быстрее лапнул ну понимаю что да ему иначе не вкачать 6 это сосов поэтому пришлось ему по экспица рядом с алхимиком тут особо вариантов никаких и не было вот даст летит наконец тем временем теги тим дегнистас выходит на верхнюю вышку пытается запущить есть центрячок против алхимика бежит колбой сейчас сама застань когда тот же хукшот отлично реверс полярики спасает но дать и на магнус вывозит клопу и дарксиро с опытом подвышку вводит правда соник при этом гель по двоим выкупается магната минус клопа и аквопер два в два пока разменная черпавка отсюда никуда не уходит и два в три разменялись аэл альянс минуса 0 очень хороших персонажей гирокоптер правда живой остался плохо что алхимик сдох но он очень неаккуратно далеко выбежал но даже не было бы этого центришника понимали бы они что там бежит алхимик надо отступать он все равно бы самый застанет до ярости магната врана все равно замес хотя бы свою пользу провели дарксиро тут рискуй час умереть по золоту правда все равно проиграли по опыту правда 5 дались ноль свести дарксиро практически мега а по золоту все равно в плюс получилось ну правда тут байбокница пришлось этому товарищу и вроде убили а толку с этого вышло немного гирокоптер в это время фармил на черт профит тоже фармит палп эту драку выиграли а по золото не получается никак и возможно мьёльнир я возможно кирасов 1 гиперстона пока тяжело сказать что это будет на алхимике и то это будет хорошо да крепст от мы видим что только воды хороший дальше четыре строчки у тим дегнито сын роль догоняющих и стальной альянс находится ну что они фармят хуже чем дакси а уж вандрой так вообще тут печаль беда у него с деньгами на творца алхимик уже впереди всех и 700 долбил на прижать авторит чуть меньше чуть меньше дальше три позиции у нас дегнито сами это тут втесался пятерку и бульдог по натворцу но все равно это очень мало мы покелом лидирует этот магнус хукшот мимо кокверка попытался он бульдога влететь но не получилось есть продукты конечно что магнадар может принципе прыгнуть и даггер рф в откате вот сейчас может поймать было но не стал далеко стоял ну и плюс ракеты ему даггер по-моему стоит позади клопа вот как только худшую кукшок еще очень долго будет откатываться динают вышку при этом ключи фортификация один нажав фортификация другой задинаю не решается пока не те и другие напасть в принципе они друг друга видят улетает отсюда гирокоптер мисс вниз и вот сейчас момент принципе для атаки в отсюда ретируется что еще про тоже ушел но не решились не тень другие атаковать из фолла шел шоу фадмит фармить очень осторожно альянс действует опасается в атаку ломануться остался еще химик ты сейчас один включает на мочи вовремя нажала тар не заделал удаст и сейчас он убежать же надо чего он делает я уже тут четверо но проблема в том что он с ним двигается все прочитали и спешно разбегается кто куда на чем сейчас отсюда идет а ну да он сварю кстати не дизоль но что я вместе вот такой менее популярный вариант тоже в ходу а есть центре здесь вот им дегнет основу в артане пока они убивают руки не доходят ну посмотрим с поэтэмом что по гераме кликать у магнуса даггер арканы веника все плохо а у химика пока пт аватар что будет 3000 сверху денег у верки стирканы мека и у бульдога на медведя есть армлет и потихоньку башер он собирает алхимик все-таки террасу решил делать у клапы мы видим орчит видимо будет прыгать и сальность магната это всему что тот не рпш и возможно как-то по-другому еще использовать этот вариант у вертолета shadow blade и бкб дарксира мека и арканы кокер пытается выгоним выйти но начерпорт ими даст и денежка на гиперстол ну это игра как и первое такая очень-очень так аккуратно ну конечно не все не не во всех местах хорошо копает бульдог этого дарксира но как-то не активно включается в атаку с кивером он его привозит твой правда сюда он задувает клапана мимо вертолет тоже мимо ультит вообще и денег такие ультует рп по клапе минус веномансер минус клапа дэбл килл от воды играет магната рубили на вечер профита не отступает хукшотит вверху копает бульдог этого клапка что делает тп винранер просто оттуда отлично разменялись 23 убили клапу били дарксира убили вечер профита теряет магнуса и веном ну веномансер вообще не потеря прям так скажем считаешь ты никто не умирал потому что он там несчастный 9 уровня это даже не фраг но при этом только магнуса потеряли остался жив алхимик который сделал сделал дабл килл получил хороший плюс по денежки по опыту поговорила хотя бы брови сейчас пошли по опыту опять в ноль скатили все невозможно смотреть битрейт всего 200 тысячи поэтому если ваш интернет не справляется того надо в саппорт писать что с твичом а блин конечно на основной трансляции может и не улагать но серверов у твича много и не со всеми у всех все хорошо поэтому я тут ни при чем кому интересно посмотрит записи если лагает башер появился на бульдоге опять принципе такой же тайме как в предыдущей игре одинаково все плохо у него правда в этот раз он умирал не так часто всего на смерть пока вода 52 магнатора 43 и только виндрайнер еще ни разу не верла при этом у нее три фрага имеется но этого игра по удачным для альянса пока складывается но по золото не получается преимущество но опять же все из-за нейчар профита на чем раз он очень хорошо фарм и истинный медас на 5000 преимущество погалдеет не особо прям так скажем и преимущество очень далеко здесь дигнет зашли четвером на вражеской стороне карты два атакующих варда у них не скорее всего бульдога сейчас убьют готовится хоккор кучку хукшотить спалился что то есть увидел здесь что никто там не стоит и все никак не нападут на бульдога все думали 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 в итоге моменту пустили от тем временем самоках подошли остальные альянса отличная реверс полярики по двоим поймали здесь дак серый вечер профита сразу минусу и делайте у качестве вертолет но это все пользу беды хво минусует баба крик но и никого толком не подамаживал кроме магнотавра просто 03 разменялись альянса и уже все очень плохо тем где где-то с потому что сейчас по галде это в ноль все уйдет и лол что у окверка еще нашли который здесь загулял 04 забирать сейчас рошана повышка все печально полет несмотря на то что альянсы не потеряли сколько то 5 высек и не убили ни одной они ведут по фрагам и в целом по типу не что по опыту наконец-то вышли вперед первый раз заиграл там уже тысячам четырем сейчас подойдет да тут все очень-очень нехорошо для них для team dignitas и бкб себя алхимик варит но тут уже тяжело будет вырывать вот данное преимущество ночи профи куда-то тут полетел вот не у т.п. хукшот опять молоко кокверка что не идет огоним конечно остановился просто неопределенное количество времени до сих пор только один point booster ничего больше загонима нет алхимика же алхимика нет варс уже 15000 на 28 минуте не вовсе очень круто не хватает как мифри у хаммера который к нему кстати летит но не летит сейчас полетит полный бкб но навряд ли альянс прямо сейчас пойдет пробивать дальше не пока только на ушку откусили и я думаю нас ожидает еще минут 20 разыгрывания этого преимущества точнее наращивание преимущества за альянс и мы потом уже его финальная реализация хотя кто знает можем чуть побыстрее видим что двух с половиной даже меч сразу на пять тысяч рвану преимущество по опыту после этой драки альянса но по галде так и не смогли все золото это играть но до двух с половиной снизили но это вообще ни о чем форстах делать вид райнер дима нэдж является но спирит бери возможно будет мкб против возможные бабочки на гирокоптере просто прям так и сразу взять и законтрить еще в стадии зародыша хотя там даже и гаусонга еще нет ну и минус еще одну вышку сейчас организуют специально стоит идет ждет и добивает бульдог это вышка хотя возможно не станут еще 20 минут по круче нет отступает назад потому что здесь дарксир сплит пушит вместе с клопой и находит на черпрофита который совсем уж откололся от остальное гоп бригады которые расплит пушила спокойненько его забревают и пытается найти клопу причем по-моему не безуспешно и магнус находит куда прыгнула клопа нажимает rp и этот персонаж угадал я прыгнула клопа на по звуках просто сориентировался наушники видимо хорошие стерео все дела и услышал куда именно был blink некоторые вот любят играть без наушников а вот без наушников не услышали куда клопа там прыгнула ну только по интуиции я некоторые вот как раз таки без без звуков в игре вообще играют и подвлекает самом деле местами это очень полезно и забирает что и третью вышку возможно пойду дальше по верхней линии хотя они тут не всей командой а вот где где-то стягиваются на оборону втроем уже стоят готовы встречать альянс решает отступить крипов но этому пока не особо помогает дима начинстве докупил не будет бабочек сейчас да все таки решает то пушить далеко очень начерпав так конечно белой момент может прилететь но вышка слишком быстро отлетает на чудовищных дамаг медведя под эмпайром с дима нет же мы не димали что и прощает вышку клопат очень предусмотрительно сейчас блинкнулась эта линия потому что мы мог магнус опять залететь нажать рп и клопа бы там умерла и магнусом пока большинка долетает но правильность не саленс его его клопа уорчидом поэтому вот как то вот это торчит и клопен он фондрица бкб все бесполезен он становится очень в этом зачем попал его покупала не совсем понятно либо же хекс можно было сразу сделать либо же бкб но что в аганиме здесь смысла нет все герой очень толстый это это быстро отката вульта особо смысла не будет хекс бы пораньше смотрелся бы эффективнее но клопе видней по золоту наконец-то преимущество команды альянс дисплей тысяч пол это в районе пятерки держит а и гискор закончится буквально через пару секунд дал заканчивается не не стали реализовывать куда они пошли просто решили подфармить закрепить гем является виндранер видимо я не очень был далек от истины когда сказал что 20 минут сам будет развивать это преимущество альянса да видим два джевелин сейчас мкб появится нас перед берем пытается диктотас и пушануть топ ставить здесь втроем в четвером подход еще кокрок снизу вот фарм гирокоптер все прекрасно видят и сейчас последнюю тир-2 вышку уничтожит иракии команды дать 5 гулок забирает вышку конечно отдаю что тоже это мы появлялись что очень вначале плохо фарм планет ворс он уже на третьем месте и скоро рискует вообще догнать обогнать вертолет интересно будет ли вода рапиру покупать а гирокоптер купил рапиру только я заикнулся и а вот террас но страты виртуз прав действие но в общем игра закончится ровно тот момент как гирокоптер у терапиру потеряет а потеряет он и очень быстро потому что не ушел полутора тысячи хп и там есть магнатавр то есть если магнатавр теперь надо увидеть что у гирокоптера есть рапира и просто прыгнуть на него дать рп и там забежит алхимик и просто уничтожить этого товарища где где-то решили не тянуть еще 20 минут решили ускорить свое поражение скорее всего этим закопом с одной стороны с другой стороны это единственный вариант как-то передамажить оппонента потому что им очень серьезный хватает дамага этом конечно же рапира на гирокоптере но тут очень толстый герой медведь 2 2 сам спиридурный 700 в р-ка в принципе тонко ну веник понятно там с одного удара практически отлетит алхимика в ульте там почти 3000 хп уже поэтому тут как-то не получится того же алхимика убить без хекса до хекса клопе еще нужно потерпеть и рашанскую рабуде через минуту ну и минусы гирокоптера теперь в том что да вот клопа купил такие хексы теперь варианты возможны минус гирокоптера теперь в том что не может спокойно пойти куда-то по фармам один потому что стоит ему где-то остаться одному туда быстренько стянутся стянется альянс и даст ему по голове выйдет рапирует привет и хекс купила на черпах там с двумя хексами еще какие варианты возможны за хексить магнуса за хексить алхимика и тогда в принципе дело шляпи то что гирокоптера спеет их нарезать за время хексом скорее всего на вроде должны или вертолет еще не спалился смоки разбивать вроде вертолет еще не спалил свою рапиру сейчас дорожа не до светят увидишь не зашли ну что все зависит от того как сейчас хекс и раскидает прошла конечно ментального паула химика теперь не получится просто насануть нужно было быстрее думать где где-то самый теперь не все так однозначно вертолет спалюсь с вера пиры вот как залетел нового андроида и и короче вертолета сожрали да отлично ульт от магнуса по троих четверых убивает а пиво до балки вот магнотавра воду доминейтинг делает и гора пирта поднял все гг сразу же пишет и левая ну понятно его рапирует так и не пою и что разломали что ли а вот бульдог поднял рапиру ну не получилось и дегнется в затащить рапира дальше играть смысл затягивает не премии потому что уж тут совсем все без вариантов мы ждем пока дисконнектов все двигается сам сломался тро ну и это 11 и не будет тут уже 30 встреча очень сильно скорее все затянется потому что я чувствую такие качели продолжатся до конца поединка и ждет нас скорее всего 32 в чью-то пользу ну альянс тут очень грамотно сейчас сыграл очень хорошо и оппонентов на ошибка но на самом деле двигаться отчасти сами отдали игру вот этот вид постоянный на веном антира раз клопа залетела умерла потом клопа умерла вместе с кокверком потом клопа вместе с фурионом умерла на этом веном антии потом они еще раз там на нем умерли но так нельзя меняться при этом рядом был или алхимик или бульдог они постоянно получали опыт и деньги с ассиста ну вот и дофиделись дегнитос и нельзя так делать клопа в итоге 7 раз то сдохла за этими делами и в винранер номер вани раза 4015 отличный стат этому очень-очень ну нельзя так вот зачем за веномайсером который был четвертого уровня было настолько прыгать непонятно отчасти в этом поражение наверно даже в большей части потому что фидела клопа очень хорошего уровня вот ну ждем третью игру